Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Вадим, я врач-анестезиолог. Сегодня мы находимся в студии Первого медицинского канала. Мне посчастливилось из первых рядов наблюдать за дискуссией о навыках общения между врачом и пациентом. Сегодня у нас в гостях Анна Сонькина-Дорман, организатор школы сообщения, и Артемий Охотин, специалист по организации маленьких клиник МИИОН. Я сам проходил обучение в школе Анны, и мне посчастливилось несколько дней провести и понаблюдать за работой кардиологического отделения Артемия. Хочу сказать, что это был очень интересный опыт, который, безусловно, повлиял на мою клиническую практику, особенно в плоскости работы и взаимодействия врача и пациента. Прежде всего, хотелось бы уточнить, что каждый из наших сегодняшних спикеров ожидает от этой дискуссии. И, если позволите, мы начнем с Анны. Я создала вот школу сообщения, и последние 5-6 лет занимаюсь этим обучением, и заметила, что на волне как-то растущего интереса к этой проблеме, к такому обучению, стало появляться много критических комментариев. И я считаю Артемий Никитич важным выразителем мнения очень важной части сообщества, причем одним из немногих людей, который может это мнение членораздельно сформулировать, и понятно как-то не эмоционально, а аргументированно. И мне хочется услышать, что стоит за скепсисом, какие есть возражения. С одной стороны, чтобы на них ответить, если я могу, а с другой стороны, чтобы что-то изменить, если я что-то делаю не так или что-то делаю во вред. Так что для меня это очень круто. Я очень давно хотела, чтобы мы пообщались лично, а не только в комментариях в Фейсбуке, поэтому я хочу, чтобы это было весело и продуктивно. Как же мне повезло присутствовать здесь? Артемий, у меня нет какой-то специальной позиции, и мой скепсис направлен не против Анны или обучения навыкам общения, а просто он исходит от меня всегда. И натолкнувшись на Анну, он встретил некоторое сопротивление, в частности, после того, как я написал рецензию на небольшую книжку про общение с пациентами. Ну и как-то мы так немножко сцепились, а потом Анна позвала меня защищать свою позицию вот в эфир. Поэтому я буду защищать на стороне зла выступать. Вы уже упомянули о многочисленных баталиях на этот счет, которые возникают в интернете. Возможно, наверное, на несколько частей этот поток разделить. И одна из важных частей этого потока состоит в том, что врачи по-настоящему спрашивают, как им поступать в той или иной ситуации, которая возникает в общении между ними и пациентами. На мой взгляд, это иллюстрирует интерес к этому знанию. Как вы думаете, существует ли такая проблема вообще и в чем она, собственно, заключается? Проблема, что врачи не умеют? Да, да. Это правда? Это проблема действительно есть? Или мы думаем что-то в целях коммерциализации чего-то? Хороший вопрос. Справедливости ради надо признать честно, что есть ли такая проблема в России и в чем она непосредственно заключается, мы действительно не знаем. Мы можем только смотреть на исследования, которые проводятся в мире, думать, что, ну, может быть, мы можем как-то экстраполировать на нас, пытаться делать какие-то допущения, обобщения. Но настоящих исследований, которые бы нам сказали, есть ли проблема и какая она, нету. Это действительно важное критическое замечание. Правда, с другой стороны, заявлять, что проблемы нет, раз ее присутствие не доказано, тоже было бы странно, потому что все-таки налицо большое количество жалоб, большое количество от самих врачей, исходящих вот этих вопросов, как мне поступать в той или иной ситуации. Так что, наверное, проблема есть, наверное, она большая и значимая. В чем она заключается конкретно, мы не знаем, к сожалению. Это нужно изучать. Но пока действуем в таком слепом поле. Я думаю, что проблема, конечно, есть. Потому что странно думать, что где-то она есть, а в России вдруг ее именно нет. Но я думаю, что эту проблему очень часто путают с совсем другой проблемой. Это было, кстати, в комментариях к посту перед этим. Почему врачи хамят, почему вообще неприятно ходить в больницу, почему неприятно ходить в поликлинику. Не потому что врачи не умеют общаться. Я думаю, что это другая проблема, которую путают. Врач нахамив в больнице, потому что это его работа хамить пациентом. Он хорошо выполняет эту работу. Его не надо учить общаться. А есть отдельная проблема, что те врачи, которые работают врачами, они часто не знают, как себя вести, как разговаривать и так далее. Но это две разных проблемы. То есть вы имеете в виду, что врач, который именно нахамил, он... Он в каком-то смысле эффективно выполняет те обязанности, которые ему надо выполнять. У него такие обязанности. Делать плохие вещи. Правда в том, что под этот заголовок, теперь ставший таким модным, действительно подводит множество проблем, вызванных другими вещами. И мне очень хочется сказать это вот сейчас, еще на этих минутах, когда люди еще не отключились, еще слушают нас, что очень часто с этой проблемой путают другую проблему, а именно то, что врачи не очень знают медицину. И зачастую к нам приходят люди учиться навыкам общения, и выясняется, что они не только не знают, как, например, переубедить пациента в чем-нибудь, они, в общем-то, сами не знают до конца, на чем основана их собственная позиция клиническая. И это большая ошибка думать, что навыки общения – это какие-то трюки вежливости, которые можно использовать и замаскировать ими плохую клиническую практику. Вот это совсем не о том. Это о том, что если есть базис клинических знаний, то дальше, чтобы это клиническое знание максимально пошло на пользу пациенту, нужны навыки общения. Одно без другого не может существовать. Так что очень соглашусь с тем, что проблема есть, но она все-таки у нас в головах людей не… Ну, как-то ее границы, да, не соответствуют действительности, она немножко размыта. И, наверное, есть тенденция сейчас все под это подвести, если говорить о каких-то государственных там инициативах. И это плохая тенденция очень. Это такой потребительский взгляд, да, но ты приходишь в больницу, тебе нахамили. Значит, что надо сделать, чтобы тебе не хамили. Чтобы не хамили. Проблема на самом деле в чем-то еще. Меняем все здравоохранение, за что в первую очередь надо браться. Я не думаю, что я бы сказала, что за навыки общения, честно говоря. Я бы, наверное, вообще ничего не сказала, потому что я не разбираюсь в этом. Но мне очень хочется подчеркнуть, что если у кого-то создается впечатление, что от меня, по крайней мере, исходит мысль, что и это приоритетно, а все остальное в порядке, пожалуйста, поверьте, это не так. Я не думаю, что это приоритетно. Когда ко мне в школу приходят люди, которые не знают медицины, я хватаюсь за голову, думаю, ну вот что мне с ними делать? Как-то, как бы, что? Ну, и некоторые меня обвиняли в том, что сейчас они у тебя научатся общаться и будут нести в массу плохую медицину. Слава богу, это не так, потому что, ну, Вадим знает, что инструменты рассчитаны на то, что ты знаешь медицину, потому что эффективное консультирование значит объяснить пациенту то, что он хочет понимать. А если ты сам не понимаешь, что этого не можешь объяснить, то ничего не получится. Умение, ну, понимание, чего ждет пациент, умение правильно отвечать его ожиданиям, да, как-то, ну, так, по-простому говоря, удовлетворять его, да. Но эти навыки общения, они дают это умение, да. Но пациент остается доволен, если с ним общается врач, который умеет общаться. Да, но если при этом с пациентом делают плохие вещи, то, ну, в общем, лучше, чтобы он остался недоволен, да, он останется недоволен и уйдет. Вот, а так он будет доволен, и ему могут сделать что-то не то. Поэтому теоретически, если, скажем, эта клиника нацеленная, не знаю, на выжимание денег, да. Врач понимает, что риски он немножко преувеличивает, но он знает, чего ждет пациент. Он сейчас ему так опишет, что вот без этой операции никак нельзя, да. И опишет так, как учит этому Калгари-Кембриджская модель, да. Может быть, там цифры будут неправильные, но изложение будет правильным, да. Больной останется доволен, он поверит, что действительно ему это нужно. Если посмотреть на современные рекомендации, которые Вадим знает теперь тоже, и посмотреть на них до конца и полностью во всей их полноте, то в стадии, когда врач дает рекомендации, объясняет, значит, дальнейшую тактику, на сегодняшний день самым главным считается, значит, такой концепт, как совместное принятие решений. То есть происходит такой сдвиг, в общем, даже этический, честно говоря, от того, чтобы врач давал предписание, говорит, вот надо сделать так, к тому, чтобы он делился ходом своих рассуждений, что вот тут такой-то и такой-то патологический процесс, такие-то могут быть результаты, мы хотим на них повлиять, и существует это, существует то, здесь такие возможности, здесь всякие, риски снижаются так, там, я не знаю, количество людей, которых надо пролечить, чтобы был эффект такой-то, давайте вместе смотреть, прикидывать мои знания, соотносить их с вашими ожиданиями, ценностями, там, уровнем понимания, и тогда и вместе, по-настоящему вместе решать. И когда преподносится именно такой процесс обсуждения, то мне представляется очень трудным, ну, то есть мне кажется, врачу очень трудно так подтасовать, как бы, свои данные, чтобы быть убедительным. У нас даже был, тоже не называя имен, случай, когда молодой доктор попросил потренировать, как бы ему, значит, навязать пациенту операцию, там, колоректальный рак, и мы, я хочу, чтобы она сделала вот эту операцию. Почему вы, когда мы стали докапываться, а почему вы хотите, как вы сами себе это, нам хотя бы объяснить сначала, то выяснилось, потому что мне это финансово выгодно. И как мы не крутились в той парадигме, которую мы пытаемся научить, не получается, потому что ты должен быть честен и обойти вот этот факт, что, ну, потому что тогда я получу деньги. Очень трудно. То есть я могу себе представить, как я могу очень хорошо заранее подготовиться и прям сочинить какие-то цифры, сочинить какие-то исследования, чтобы это звучало убедительно, но мне трудно это представить. Это немножечко из серии... Нет, но это не какая-то демонизация сейчас происходит. Врачей... Это я не представляю себе. Конечно, есть, наверное, врачи, которые все делают за деньги, но это, я думаю, совершенно не секрет, все это знают, что деньги создают то, что называется байс, искажение, да? Если тебе за это платят, то тебе это начинает казаться более полезным. Это даже не обязательно платят деньгами, да? Если ты это умеешь, вот я умею, я за два места для лечения мерцательной ритмии, да? Вот это я сам не делаю, а вот это я делаю сам, очень умею, люблю, хорошо умею, мне нравится, как я это делаю. Но я могу больному все это рассказать, какие есть варианты, но в общем, ну, я склоню его, вольно или невольно, там вариант, который нравится мне самому. Или в конце часто бывает, что ты больного долго объясняешь, какие есть варианты, а потом он тебя спрашивает, ну, доктор, а вы бы что сделали на моем месте? Ну, и ты говоришь, вот это, потому что это любишь. Ну, как, у нас всех есть искажения когнитивные, поэтому... Просто навыки общения, которыми я предлагаю пользоваться, они не помогут вам склонить пациента на свою сторону. Это какие-то другие инструменты, мне они знакомы. Нет, они создадут у пациента иллюзию, что с ним, ну, как сказать, не надо уже искать второго мнения, что с ним разговаривают. Ну, почему, смотрите, вы мне... Знает статистику, знает цифры, все понимает. Вы мне описываете два варианта лечения, например, я ваш пациент. И вы мне говорите, Аня, есть два варианта. Насколько вам хотелось бы знать про эти варианты и участвовать? Я вам, допустим, отвечу, мне бы очень хотелось знать и участвовать. Спасибо, что предлагаете. Расскажите мне о них, какие есть плюсы, какие минусы, какие прочие. И если вы попытаетесь скрыть от меня свой байос, то с большой вероятностью... Я не попытаюсь его скрыть, но я его сам не вижу. Да, да. То с большой вероятностью мне до конца не будет понятно, на чем вы основываете. Вы будете все равно склонять в одну строгу, но я бы все-таки рекомендовала вот это. А я бы вас спрашивала, а почему? Какие у этого преимущества против этого? Вы бы мне стали... Ну, как обычно я вижу, как люди это делают. Доказать в так называемой доказательной медицине, так называемой, потому что, да, есть evidence, но он иногда такой пограничный и такой условно применимый, что если там больной, не знаю, с трехсосудистым поражением и там какими-то еще состояниями, вот выбор там между, условно говоря, АКШ и медикаментозной терапией, да. Ну, как можно сказать, по Гайдзайдам вот четко так, да. Но если начать разбираться, то окажется, что там бонус иногда очень маленький, да. Отлично. Но я прекрасно, как сказать, у меня вот есть данные, я могу легко склонить. Но я, если захочу склонить, пользуясь медикаментозной терапией, у меня тоже есть данные. Да. Я мысленно выбираю те данные, которые, ну как, ну в медицине очень много нерешенных вопросов, да. Конечно. Там, на любой конференции за, потом против, да. Ну, как бы это всегда, всегда есть аргументы за и аргументы против. Ну, получается, что именно то, какие есть на сегодняшний день аргументы, это то, что помогает, ну позволяет врачу склонять в ту сторону, которую он хочет, а не какие-то навыки специфические. Потому что, если идти до конца по нашей схеме, то, я не знаю, Вадим, это было на курсе, на котором вы были? Ну, очень важный есть такой совет, если у вас есть предпочтение, ну то есть мы говорим, когда вы приступаете к принятию решения, вам надо понимать, у вас есть предпочтение или нет. И удивительно видеть, как лучшие порой представители нашей профессии не отдают себе отчет в том, что вообще-то у них есть предпочтение. Ну, они всегда нет. И мы говорим, признайте, что оно есть. Вы имеете право его иметь на самом деле. Но, если оно у вас есть, скажите об этом открыто. Скажите мне, Аня, есть эти два варианта. По большому счету, разница здесь, если копать в исследованиях, не очень большая. У меня есть предпочтение. Я предпочел бы этот, и я вам честно скажу, потому что я умею это делать. Или потому что там, я недавно учился, или потому что наша больница на этом специализируется. Или даже, в конце концов, потому что я с этого получу больше денег. Но тогда все в открытую, тогда нет обмана. Так что инструментов, которые помогли бы скрыть этот байос и при этом все равно убедить пациента, я даже не знаю о таких инструментах. Хотя, конечно, чтобы показать, насколько я действительно хочу быть честной, это сейчас я говорю про то, что касается этапа именно уже обсуждения вариантов лечения. Но, конечно, когда вы сначала на ранних этапах выслушивания и там расспроса вложились и там завоевали доверие, то можно, наверное, можно злоупотребить этим доверием. И потом просто сказать, делаем так, и будет послушный пациент. Вот это может произойти. Но тут я вот не знаю, значит ли это, что... Нет, это не значит, что не надо учить науку. Что не надо слушать, потому что после этого ты можешь воспользоваться. Не знаю. Для меня это проблематично. Да. Я себя, честно говоря... Нет, что это не решает этическую проблему. Не решает, конечно. А я хочу вас спросить, а навыки общения хорошие позволяют лучше лечить? Что они дают? Я-то думаю, что да. Больше узнав о пациенте, ты ближе к диагнозу, есть же даже такое исследование симпатичное, когда более открытые... Ну, консультации, в которых пациенты сказали, что они смогли больше рассказать о себе и смогли дать больше информации, заканчивались меньшим количеством дополнительных обследований и консультаций специалистов. То есть ты и более эффективен в диагностике. Ты достигаешь большей приверженности намеченным планам, если принимаешь решения совместно с пациентом. Но, кроме того, еще есть вещи, которые тебе лично для твоего самочувствия пригождаются. Умение структурировать помогает сохранять контроль над процессом и лучше управлять временем. А многие очень выгорают и очень страдают от того, что не укладываются в веденное время. А еще любопытно, это нигде в книжках этого нет, это я вот просто подумала, несколько последних наших курсов показали, когда я как-то вспоминала прошлую практику и поняла, что когда ты внимательно относишься к очень индивидуальным, личным мыслям, догадкам, под предположением конкретного пациента, не просто там, ой, антипрививочник, даже слушать не будем, сейчас завалю вас еще раз всю эту информацию, которую вы и так уже читали, и значит будет хорошо. Нет, а если ты в каждом случае прислушиваешься, то даже просто практика становится разнообразнее. У тебя не 10 одинаковых там антипривычных мамаш, а 10 разных человеческих историй, становится интереснее просто. Или когда ты не каждому объясняешь при одной и той ситуации одно и то же, даешь какую-то заранее отработанную лекцию, а каждый раз начинаешь, что вы уже про это знаете, что вы хотите, чтобы я вам рассказал, и каждый раз ты в итоге объясняешь разные вещи. Тоже у тебя день более разнообразный, ты больше держишь в уме тех знаний, которые уже забываются иначе. А то у тебя вдруг пациент спросил, а как уменьшаются мои риски, если там то-то и то-то. И ты вынужден был вспомнить, чтобы это сказать, и ты продолжаешь это помнить. Вот я такое еще заметила. Мне кажется, просто это делает жизнь разнообразнее, менее рутинной. Что вы сказали? Я соглашусь. Я не уверен, что правильно это называть навыки, но это и как бы есть медицина. Как бы это на самом деле некоторые противоречия есть, я думаю, между мной и Анной. Вот, давайте про это поговорим. Отлично. Это и есть медицина. Вот как я разговариваю с больным, это и есть медицина. И, конечно, плохая медицина даст худшие результаты, а хорошие, хорошие. Что интересно, вот я так понимаю, что у вас не было в жизни практики, когда вы практиковали с плохими коммуникативными навыками. Почему? Были. Ну, вы можете прочертить остро границу между теми и теми впечатлениями? Нет, я думаю, что это некое, ну как, кривое обучение. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ты читаешь про это, ты смотришь, как другие люди работают, что-то тебе нравится, что-то ты берешь на вооружение, а что-то нет. То есть это все-таки конкретные действия, которые вы совершаете, навык это конкретно, навык просто описывает действия, которые ты делаешь или не делаешь сознательно. Ну, их так много маленьких действий, да, ну вот я научился кататься на скейте, да, какие там, там тысячи моторных каких-то рефлексов, да, их вычленять по отдельности, сегодня научился эту ногу держать, а завтра эту, ну как, это все, оно очень недискретно. Ты понимаешь, там можно выделить формальные вещи, о которых можно рассказать, но там очень много недискретного и очень много от личности врача, то есть одному врачу идут эти навыки, этот высокий и худой, он играет в баскетбол, а этот маленький и толстый, он играет в футбол. Ну, какие навыки кому-нибудь могут не подойти? Конечно, надо слушать и так далее. Вот это кажется такой очевидной вещью, слушай и все, мы все умеем слушать. Но когда мы начинаем разделять этот процесс на составляющие, оказывается, есть дискретные элементы, которые каждый сам по себе отдельно влияет на результат. Например, простейший пример, зрительный контакт, смотрите на пациента, сколько врачей, которые бывают у нас на курсах, не смотрят, они даже не отдают себе в этом отчет, они не замечают того факта, что они не смотрят, даже никогда у них телефон или экран, это им помогает думать, тогда они смотрят куда-то там в пол или куда-то вдаль. И для них это сознательное, конкретное действие, осознанное, перевести взгляд и смотреть на лицо пациента, чтобы замечать его эмоции и так далее. Я согласен, что это, скажем, вещи, которые можно формализовать, а есть вещи, которые формализовать трудно. Я вот приведу такой пример. Я вот там работал с одним доктором из Бруклина, который все время шутит с пациентом. Половина его приема, это просто он смеется, больной смеется, он смеется, больной смеется. Он не психотерапевт, он кардиолог, но попытаться этому научить, если у человека нет чувства юмора. Так а этого и нет, вы не увидите такого навыка никогда, ни в каких рекомендациях. Я понимаю, что рекомендаций у него не будет, но это тоже навык. Это другое, это индивидуальный стиль. Наша же задача отделить... Есть какие-то вещи, которым ты тоже учишься, и ты можешь это перенять. А какие-то плохо принимаются. Понятно, что обучают, понятно, что там Калгари, Кембриджская система и все такое. Берет только те навыки, которые мало-мальски можно передать. Конечно. Да, но есть такие, которые передать трудно. И это тоже навыки. Да. Помните разговор о виртуозе? Какие-то можно кому-то передать, а кому-то нельзя передать. Ну так если мы говорим об обучении, то наша задача как раз и состоит в том, чтобы если есть что-то передаваемое и всем подходящее, дать это и чтобы люди могли... Я, например, раньше считал, что не надо с больными говорить о посторонних вещах. Где они работают, где они живут и так далее. А сейчас, например, считаю, что нужно. Но это, наверное, приобретенный навык. Я увидел, как другие люди это делают и понял, что это важный момент. Но если меня этому учили, надо говорить. Ну, это невозможно. А кто-то не говорит. Я не могу сказать, он делает неправильно, надо говорить. Нет. Да нет, каждый выбирает. А смотрите, а я так вас прошу. Какую вы решаете задачу, когда вы говорите с пациентом об отвлеченных вещах? Зачем вы это делаете? For fun. For fun? Для его и свой. Для его и своего фана. То есть вы поняли, что вам помогает отвести какое-то время чему-то отвлеченному, чтобы расслабить всех? Ну, можно так сказать. Можно так сказать? И вот в навык мы внесли бы это. Сделай что-нибудь, чтобы разрядить обстановку, чтобы всем было покомфортнее. И Вадим Гущин скажет, поговори о погоде. Большой ошибкой будет думать, что надо всегда во всех случаях со всеми пациентами говорить о погоде. А кому-то, может, вообще не надо говорить. А кому-то достаточно будет... А кому-то достаточно поговорить сухо, и, может быть, какой-то пациент даже будет больше этим доволен. Да. А кто-то пришел к врачу, а он тут со мной тратит мое время, за которое я заплатил на разговорах. Конечно. Поэтому навык будет в том, чтобы, наблюдая за пациентом, просто расслабить. И если у меня заходит пациент взволнованный, он сразу хочет говорить о своей проблеме. Если я ему скажу, подождите, стоп, нам надо сначала поговорить о погоде. Но это же нелепость. Я понимаю, что он уже расслаблен, открыт, готов рассказывать, зачем мне вообще что-либо делать дополнительное. Навыки, потому и навыки, что они зависят от задач, которые стоят. И мы всегда начинаем с этого, какие задачи мы решаем. Потом уже смотрим, вот набор инструментов, которые помогают эти задачи решать. Еще, кстати, что важно подчеркнуть, что навыки не носят абсолютный характер, и это не алгоритм. Это не то, что там 10 шагов, которые надо обязательно пройти. Это именно такой тулбокс. Ты понимаешь задачу, и у тебя есть множество инструментов, которые тебе могут здесь помочь. И обучение навыкам – это расширение репертуара поведенческого для того, чтобы решать задачи, которые ты в процессе сам перед собой ставишь. Например, в Кембридже, и я упоминаю Кембридж просто потому, что я там стажировалась, и оттуда мой главный учитель. Что они ввели этот предмет как отдельный предмет, и очень скоро у студентов начался такой схизис в голове, что есть настоящая медицина, которую преподают настоящие доктора в отделениях и вообще. И какая-то вот эта вот непонятная фигня, и проблема была даже не в том, что они были разнесены, а в том, что они сообщали разные вещи, порой даже противоположные. Эти им говорили, задавай открытые вопросы, слушай, а потом структурируй. А эти говорили, как можно раньше задавай закрытые вопросы, значит, бери инициативу в свои уроки, не дай пациенту говорить свободно. И естественно, когда преподносятся разные стратегии, студенты в основном были склонны выбирать то, что исходило от настоящих врачей. Они пришли к тому, что это плохой путь, надо объединять, надо преподавать это как единый клинический метод, одновременно преподавтика и, значит, что надо собрать и как собрать. Это надо как бы поженить все это дело. Сейчас тенденция такая. Поэтому если и когда мы будем создавать отдельный свободный медицинский институт, факультет и так далее, мы это сделаем именно так, чтобы... И мы это, кстати, сделали на конференции по головной боли. Я исхожу из того, что эти так называемые навыки коммуникации – это неотъемлемая часть профессии. И пришла она именно из этой профессии. Но как сказать, что... На самом деле, здесь есть очень много параллелей с тем, как устроена, скажем, не только советская, но особенно советская педагогика. Что преподавание – это отдельная такая наука, что учителей и преподавателей надо учить в педагогических институтах, потому что есть правильная методика преподавания. А вот кто занимается там наукой и практикой, они не знают, как преподавать, поэтому не надо их... Или их надо специально обучить методике, и потом можно допускать к преподаванию. Или чтобы вообще преподавали методисты, а потом делали из них... Ну, такой немножко индустриальный подход. Но опыт жизни показывает, что больше всего мы узнаем и учимся у талантливых ученых, врачей, художников, а не от тех, кто хорошо знает методику. Поэтому вот это деление методики и вынесение ее, да, ну, мне кажется, очень сомнительным. Я понимаю, что иногда это может помочь, да? Ну, вообще, существование педагогических методик немножко, ну, или немножко оторвано от реальности, потому что в реальности мы учимся у талантливых тех, кто там... Ну, даже не обязательно талантливых, у тех, кто занят этим делать. У тех, кто умеет этим делать, да. К сожалению, я подъебью, потому что в России достигнут как раз в этом смысле очень большой прогресс, да? Почти все кафедры полностью отделены от лечебного процесса, и студенты учатся у людей, которые не смотрят больных, да? Поэтому мы как бы здесь знаем, к чему это приводит. Ну, да. Да, люди, кто плохо вообще понимают, что происходит постоянно. Мы читаем литературу, смотрим кино, смотрим, как делают другие люди, и меняем свой образ поведения. Тогда вопрос, почему это не происходит? Ну, во-первых, это происходит. Ну, нет. На Западе очень сильно изменилось, очень сильно изменилось общение с больными, при том, что совсем не все прошли это формальное обучение, особенно старшее поколение врачей. Да, ну, смотреть, как, я не знаю, такой недавно был фильм, как профессор Фустер делает обход в клинике на Маунт-Синай. Ну, одно удовольствие смотреть просто, как это происходит. Ну, он старенький уже, он не проходил этих курсов. Это не значит, что... Я не говорю, что не надо учить, что это никому не полезно. Я не считаю, что это единственный путь. Вот так. Это однозначно не единственный путь, это точно. Просто смущает, что... При том, что есть литература, есть фильмы, есть вот эта вся культурная среда, это не транслируется в поведение. Ну, где? Мы сейчас про какую страну говорим? Да нигде. Ну, как не транслируется? Ну, хорошо. Мы же видим, что поменялись. Хорошо, оно не всегда транслируется в поведение. Ну, как стандарты? Ну, очень сильно поменялись. Ну, очень сильно поменялись. Смотрите, я была сейчас на... Преподавала курс для преподавателей в Голландии. И там были, ну, европейцы. И это люди, которые точно так же, как наши. Входят в, например, стимуляцию с установкой. Я буду слушать, не знаю, буду принимать, буду предлагать. А делают потом другое. И более того, даже если их записать на видео, показать им, они думают, это я. Потому что... Как сказать? Потому что, когда вы в лечебном процессе находитесь, ваш мозг думает о медицине. И вы услышали тревожный симптом. И вы начали проводить дифференциальную диагностику. У вас пошла клиническая мысль в голове. И она незаметно для вас транслируется в определенное поведение. которое, оказывается, не самое эффективное. Вы даже этого не замечаете. У нас на курсах это... Ну, мы постоянно это видим. Людям кажется, что они делают одно. На самом деле они делают другое. Я уверена, что есть люди, которые, как тот профессор, который проводит обход. Ну, это надо быть очень рефлексирующим. Ну, вообще, врачу надо быть... Очень продвинутым человеком. Врачу надо быть очень рефлексирующим. Вот, тогда, видите как, тогда мы приходим к такому разговору, что... Да, это провести формальное обучение людей, которым это не интересно. Нет, есть очень много людей, которым это интересно, но они не настолько рефлексирующие, умные, в конце концов, и, я не знаю, взвешенные, чтобы самим до этого дойти. А если им это разложить в инструменты, они могут этим пользоваться. Ну, наверное, да. Я бы считал, что, например, гораздо было бы полезнее, но, по крайней мере, я могу по себе сказать, да, что мне очень полезно смотреть, во-первых, смотреть, как я, как другие работают, близко смотреть, да, не там, где-то по телевизору. Вот, сижу и смотрю, как мой коллега там расспрашивает пациента. И мне очень полезно, когда другой, кто-то другой смотрит, как я, говорю, с больным, да. Это дает гораздо больше, чем... Я уверена, что это дает больше, да? Да. Да, однозначно. И на это я только могу сказать, что я... И это дает не только навыки общения, но и навыки медицинские. Все остальное, конечно. И то, что действительно врачи, сейчас заканчивая институт, куда-то попадая, начинают так вот, ну, как сказать, по старой колее идут, конечно, это плохо. Но может ли их выбить из этой колеи такой формальный курс, когда они потом придут в работу и пойдут по ней же? Ну, кого-то могут. Кого-то, кто понимает, что идет по плохой колее, вот, кто сильно нуждался в таком курсе. А другие не приходят. А другие и не приходят. Если надо будет бороться с какой-то профанацией, когда государство будет нам навязывать формальное, оторванное от клиник, обязательное там для всех обучение этим вещам, если надо будет с этим бороться, я буду с вами в вашей армии. Потому что я против этого дела. Если же появится интерес в том, чтобы использовать то, что педагогическая наука, если хотите, ну, в общем, то, что мы можем предложить для того, чтобы вот этот bedside teaching сделать более эффективным, то тоже я с удовольствием... Потому что там есть тоже чего добавить к этому делу. Ну, как бы, если мы говорим о условной благе страны, ну, это очень странное понятие, ну, то надо просто, ну, как сказать, в медицине просто очень мало врачей, которые лечат больных, да, поэтому надо, на мой взгляд, надо просто всем идти работать врачами, но кому-то нравится что-то другое, да, программистам, учиться навыкам, это тоже полезно для медицины, там делать медицинское оборудование, тоже все полезно, но, на мой взгляд, главная проблема в отсутствии врачей, которые хотят работать так, как надо работать. Я человек молодой и мнительный, вот у меня есть такая слабость, про которую я хочу открыто заявить. Вы можете меня не очень презирать за то, что я этим занимаюсь? А я вообще никого не презираю. Ну, хорошо, не очень, ну, в общем... Если вы истине, это так, что я и не... Нет, я очень уважаю то, чем вы занимаетесь, правда. Спасибо. Что-нибудь еще? Это все. Хорошо. Как-нибудь вербализируете финал? Достигли ли вы чего-нибудь сегодня? Ну, я думаю, что я чуть лучше понял, чем занимается Аня, Анна. Я понимаю, что это может приносить большую пользу тем врачам, которые хотят этого, которые испытывают с этим трудности, или которые даже не понимают, что они испытывают с этим трудности. Но, конечно, я не думаю, что в этом будет... Ну, и Анна не думает, что в этом будет решение проблем нашей медицины. И я думаю, что все то же самое можно учить просто, показывая, как работает хорошая медицина, которой, к сожалению, у нас пока нет. И не скоро будет. Ну, если кто-то будет создавать медицинский вуз частный... Мы посотрудничаем. Кстати, по-моему, Артемий почти на «ты» перешел с вами в предпоследней фразе. Мне было очень просто интересно здесь сидеть. Спасибо, что меня позвали. Спасибо первому медицинскому каналу за такую возможность. Да, я всем, кто интересуется навыками, но не хочет пока идти на курсы, очень советую книжку Джошуа Косовского, которая называется «Когда врачи не слушают. When doctors don't listen». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!